всем привет вы на канале политический новостник приятного просмотра чужая война в москве армяне и азербайджанцы бьют друг друга на глазах москвичей перед началом поддержите нас лайком и подпиской на канал будем очень благодарны ну а мы к теме выпуска кто пытается втянуть россию в армяна азербайджанские разборки сделав ее ареной межэтнических столкновений премьер-министр армении никол пашинян заявил о попытках сделать россию ареной этнических столкновений и призвал российских армян не поддаваться на провокации об этом он рассказал в интервью рбк нападение на соотечественников в москве он назвал выражением антиармянской риторики азербайджанского руководства нет никаких сомнений в том что у российских властей есть все средства и возможности для предотвращения такого развития событий подчеркнул пашинян наши соотечественники в россии свою очередь должны заявить что не следует поддаваться на провокации и что третьи силы с амбициозными антиармянскими устремлениями на южном кавказе заинтересованы в дестабилизации россии мы этого не допустим резюмировал он ранее посол армении вардан таганян заявил радиостанции говорит москва что столкновения были спланированы азербайджанской стороной по его словам они пытались связаться с представителями диаспоры но не смогли мы получали всю ночь такие данные в районе юго-востока москвы было несколько таких случаев очень хорошо организованные банды хорошо вооруженные нападали видимо выслеживая машины с армянскими номерами или отдельных людей и начинали большую драку погибших нет пострадавшие есть пара человек в больницах координируем свои действия с правоохранительными органами и наши общественные организации тоже на связи мы призываем не терять бдительность не поддаваться на провокации потому что это хорошо организованная армянофобская политика экспортированные из азербайджана ее цель разрушить тот баланс который мы имеем в россии это организованная провокация которая началась с торговых точек если не предпринять шагов то она будет иметь очень серьезные последствия есть законодательство россии и для нас сейчас важно чтобы она восторжествовала для всех граждан при этом он также выразил уверенность что к акции причастны азербайджанские власти я думаю что это в первую очередь связано с тем что руководство азербайджана все эти годы и особенно последние месяцы наращивала агрессивную риторику последние пару месяцев она готовила свое население к войне объясняя что единственное возможное средство решения на горно-карабахской проблемы это военная операция для освобождения эту риторику они экспортировали на территорию россии со стороны официального баку никаких заявлений не последовало только посол азербайджана в россии палат бюльбюль оглы призвал соотечественников соблюдать российские законы вы живете в россии многие из вас являются гражданами этой великой страны прошу вас соблюдайте законы и правила которые здесь есть в условиях пандемии берегите себя для нашей справедливой борьбы не нарушая законов чтобы не попасть в неприятную ситуацию поскольку у нас с вами единая цель защита родины восстановление ее территориальной целостности и исторической правды говорится в обращении посла попавшим в распоряжение и о новости нам необходимо быть вместе чтобы дать достойный отпор провокациям но при этом не опускаться на уровень уличных драк наша борьба должна вестись исключительно в рамках правового поля заявил он ранее в столичном гу мвд сообщили что после драк произошедших 24 июля возбуждены уголовные дела по статье о хулиганстве задержаны девять человек при этом надо отметить что отличились обе стороны в том числе нападением толпой погромами торговых точек и кафе наверное сейчас важно уже не то кто первый начал а как это закончить отметим что стычки между представителями армянской и азербайджанской диаспор произошли также в европе и даже сша однако нас волнует россия экспортировать в которую националистическую риторику с любой стороны просто недопустимо в то же время стоит отметить что азербайджанское руководство пока что воздерживается от резких заявлений в то время как армянская прямо называет произошедшие провокации оппонентов произошедшее действительно было провокацией азербайджанской стороны уверен доцент финансового университета геворг мерзаян все началось с акции владельцев food city которые учитывая объем их бизнеса в россии и страх перед лубянкой не стали бы проявлять никаких патриотических порывов без просьбы уважаемых людей да потом армяне стали отвечать зеркально точно также избивать невинных азербайджанских торговцев громить рестораны и мародерствовать и должны быть наказаны по той же строгости закона однако начали все именно азербайджанцы изначально азербайджан затеял это пограничное обострение в том числе и для того чтобы повлиять на россию показать ей все негативные последствия дальнейшего курса москвы на подморозку конфликта отказа властей рф принуждать армению садиться за стол переговоров и обсуждать капитуляцию карабаха по мадридским принципам или казанской формуле действия азербайджанской диаспоры в москве ровно вписываются в эту стратегию являются ее частью и все идет по плану боку зачем им говорить и зачем к тому же объяснять почему нельзя нападать на армян если азербайджанские власти вот уже два с лишним десятка лет ведут информационную политику по демонизации армян воспитывают у новых поколений ненависть к армянам россия уже стала ареной столкновений стала по той причине что диаспоры чувствуют себя здесь слишком вольготно государство не ставит им жесткие рамки и эту практику пора прекращать столкновение армян и азербайджанцев идут уже в европе и даже сша это говорит о том что два народа действительно ненавидят друг друга и они пытаются перетянуть на свою сторону другие страны получается не очень ибо такого рода вещи только отталкивают сейчас уже та стадия когда никто не вспомнит а кто именно начал важно кто первый остановится думаю что самостоятельно они не остановятся это той случай когда надо останавливать принудительно сажать депортировать только так россия покажет свою силу противном случае это будет прогибом под обнаглевшие диаспоры на этом все спасибо за просмотр ставьте лайк подпишитесь на канал чтобы всегда быть в курсе свежих и интересных новостей до встречи и и